Друзья, ну вот так случилось. Сразу два семейных подряда в одном эфире, в одной программе, вот онлайн, в режиме реального времени. Те Ольга Рыжикова сегодня вместе с вами в качестве ведущих. Наши замечательные гости, удивительная семья. Талантливые. Артисты, просто добрые друзья нашей программы. Оленька Плотникова и Геннадий Маркевич. Ребята, привет. Привет. Доброе утро. Как она просыпалась? Как она? Честно? Или нет? Или красиво? Конечно, честно. Мы проснулись, весна, птички поют, мы прямо встали, вспахнули и полетели к нам. Это прям как мы в 4 утра. Обычно на улицу холодно, сонно, хочется есть, да? И все такое. Да. Ну, во-первых, Олечка, с прошедшим тебе днем рождения. Спасибо, ребята. Как отпраздновали? Ой, хорошо, отпраздновали в работе, даже не успели заметить праздника, если честно. Для артиста это лучше праздник. Для артиста это лучше праздник. Это прекрасный вариант. Как проснулись, так и побежали по делам. Очень много вопросов нужно решить, потому что у нас предстоит впереди два важных мероприятия. Завтра у меня состоится сольный концерт, послезавтра будет финал концерт, большой концерт Федерации профсоюзов Беларуси, в котором мы участвуем как кураторы, как наставники. Вот мне так нравится это слово. Новые имена Беларуси, да? Новые имена Беларуси. Два концерта впереди, очень много репетиций, очень много подготовок к этим двум концертам. Вот написали даже две песни, которые еще даже выучить не успели. Вот пришли с подсказками с гитарой, я обязательно спою. Гена пришел с гитарой, значит сегодня будет звучать премьера прямо в прямом эфире «Доброе лицо Беларусь». А давайте, знаешь, давай так, концертмейстер. Нет, ну может быть, для начала несколько слов о песне. О чем песня, когда она родилась, кто авторы? О весне. О жизни. О жизни. О нашем, о женском. О новом платье. Мы знаем, что часто вы работаете как раз в семейном тандеме, Геннадий пишет музыку, Оля пишет стихи, эта песня не исключение. Тоже совместная, наш тандем, да. Я просто вот, я хочу послушать и ждать уже не могу. Ну так давайте уже слушать с удовольствием. Все, концертмейстер Геннадий Маркевич поет Ольга Плотникова. У рояля автор. Пусть говорят, пусть обо мне с удача, Мне это только принесет удачу. И с каждым днем я становлюсь все ярче, Даже если старше, скромно и без фальши. А зеркала опять твердят упрямо, Что я не та, что я совсем другая. Но подмигну улыбкою, сверкая, Я же точно знаю, я одна такая. Надену яркое платье, И мир пойду украшать я. Да чтоб поярче помада, Для счастья больше не надо. Я надену яркое платье, И жизни брошусь в объятья. Мне все вокруг будет радо, Все для меня, все как надо. Браво! Ай, браво! Смотришь, глаз радуется. Поешь же о главном, новое платье, а что еще надо? Вот, мужчины, почему вот так поверхностно относиться? Дело же не в платье, А в том, как мы, женщины, себя... И не в этом тоже. В том, как мы себя в этих платьях чувствуем. В том, как мы чувствуем себя единственными, И не повторяю. Если вы нам этого не говорите, Мы будем говорить это себе сами. И подружки говорят часто. Это как у мужчин, Какая радость, какая машина. Главное, как он себя чувствует этой машиной. Да, и только у мужчины, Когда собираются поездку, Главное, чтобы она ездила. А как только дело доходит до покупки машины, Там уже, оказывается, нужно, чтобы... Что там, реснички, 19-е литье, да. О, как ты все это выучила! Мужчинам тоже, Оль, нужны реснички, только машины. Да ладно о машинах, ребят, пришли в гости. Еще вот несколько слов хотелось бы услышать о завтрашнем концерте. Ой, грандиозное событие, ребята. Ну, волнуйтесь, ну, ясное дело, волнуйтесь, сольный концерт. Гости будут, сама будешь как? Гости будут, будут, но будет немного. И гости будут исполнять со мной только дуэтные песни. Поэтому, в общем-то, весь концерт будет на мне. Я сама себе режиссер, сама сценарист-постановщик. Сама придумываю шутки, сама придумываю подарки. Кстати, подарков на концерте будет очень много. Потому что, несмотря на то, что... Ты будешь дарить подарки? Да. Несмотря на то, что концерт приурочен к моему дню рождения, моя цель, моя задача отметить не свой день рождения, а дни рождения, праздники тех людей, которые будут присутствовать в зале. Буду узнавать их поводы, поводы для радости, для счастья. И буду одаривать их подарками, хорошими песнями, добрыми пожеланиями. И даже самолетики счастья полетят у нас в зале. Так, у меня было в январе, у тебя, у Поля. Так, ну... Приходите, мы никому не скажем, когда у вас был день рождения. Мне бы сейчас хотелось поговорить о том, что происходит в вашем процессе творческом. Оля, понятно, да? Вот вы написали песню, Оля на сцене, Оля и цветы, Оля и автографы берут, фотографируются. А есть человек, который всегда рядом. Который получает самое приятное – финансы. Да, но всегда остается чуть-чуть в тени эта гена, да? Теневой бизнес. Теневой бизнес, да. Вот как сейчас с теневым бизнесом в стране-то? Очень хорошо, кстати. На заднем плане, как сказал Юрий. Если нас сейчас налоговая слушает только этот фрагмент, то, конечно, ребята, я знаю, куда вы поедете после эфира. Мы, кстати, платим налоги и спим спокойно, поэтому не надо нас пугать, у нас все хорошо. На самом деле, Оля счастливая артистка, потому что все-таки, вот видишь, вдвоем сели, вдвоем написали. Гена сделала аранжировку, сведения, все остальные постпродакшены, вещи, за которые люди действительно платят деньги. Это сделать порой нелегко для, уже не говоря про начинающих артистов. У меня есть ребята, знакомые, профессионалы, которые… Кто-то может делать сведения, кто-то, допустим, вот вчера там Сережу Антишина мы вызвали, он наиграл гитарку. Ну, Ген, в любом случае, согласись, основная работа происходит у вас сообща, дома, вы принимаете решение, как должна звучать песня, в каком стиле и прочее. То есть это все остальные нюансы уже доработки, второе дело. Не приходится обещать на пальцах в сотый раз кому-то, что ты хочешь получить в результате. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому у нас получается гладко все. Да, а вот так, как у вас, кстати, смотри, вы же вместе в новых именах, да? Ты сидишь, смотришь столько вокалисток и такой, может быть, еще кому-то песню написать. И тут, Оля, что? Секундочку, но вы не пишете и другим людям, да? Оля никогда не встает в позу, наоборот, я за то, чтобы продвигать его творчество, потому что у него так много песен, ребята, это просто… Ну вот Тео знает, я думаю, что как композитор, он прекрасно понимает, что такое композиторские возможности, способности, когда это все идет, когда это хочется вот записать и реализовать. А реализовать не всегда получается, потому что, слава богу, вот этого всего спускается очень много, пускай оно вот как-то реализуется, пускай артисты поют его песен. Еще, Ольга, я себя хочу, я очень, секунды в эфире, я хочу вот успокоить себя. Да, история где-то 12-летней давности, не знаю, Гена помнит, не помнит, я еще была такой вообще юной, даже больше, в общем, 17 лет мне было, я приходила к Гене в студию. Я помню, помню. Играла что-то на рояле. Новогодняя песня какая-то была. Да, какую-то новогоднюю песню, играла на рояле, и мне Гена сказала, знаешь что, у меня уже есть Оля, с которой у меня очень все хорошо. А знаешь что, госпожа Рыжикова к Маркевичу без конфеты, там, каких-нибудь вкусных чаев не ходит. Вот я пришла с пустыми руками, с нотками пришла. А я с нотками пришла. Да, с нотками она пришла. Гена, сразу. Слушай, я так сказал, сейчас будут все люди думать, что к нам без этого. Это же шутки, это шутки. И правда, к нам надо с чистой душой, с открытым сердцем, и мы будем всегда очень рады. Как хорошо, что я так сказал, какая пауза. Да, вот, спасибо большое, ребят, мы желаем вам завтра замечательного концерта. Повод в большом городе будет приходить на концерт Ольги Плотниковой, знаете точно, Геннадий Маркевич будет где-то рядом, обязательно сделает все возможное, чтобы концерт прошел на ура. Мы желаем вам аншлага, хороших зрителей, ну и просто получить удовольствие от процесса. Спасибо, ребят. Спасибо.